Россия, священная наша, небеса! Гимн страны эти люди готовы петь в любую минуту, а на этот раз и повод особенный. Первое мая – день международной солидарности трудящихся. Пятый год подряд тысячи приморцев собираются в центре Владивостока, чтобы пройти пешей колонной по Золотому мосту. Главные цели продвигаются медленно, но с позитивом. Такой праздник весны, праздник труда. Это честь всем трудящимся, поэтому хорошая погода, хорошее настроение, все здорово. История праздника берет начало в 19 веке. Тогда американские рабочие вышли на забастовку с требованием о 8-часовом рабочем дне. Закончилось все столкновением с полицией и кровопролитием. В память о тех событиях демонстрации проводят во многих странах. Популярные шествия были и в СССР. Сейчас традицию в России возрождают, чему особенно радуются старшие поколения. Конечно, хорошо, здорово. Это как-то консолидирует наш народ. В том числе говорит наш президент, что надо быть едиными. Это очень здорово. Мне нравится. По Золотому мосту Владивостока проходит более 30 колонн. В их составе представители всех сфер жизни и муниципальных образований края. И, конечно, 80 уссурийцев. Тематические колонны растянулись почти на 4 километра. Периодически к шествию присоединяются местные жители и иностранные туристы. Народ с флажками и шариками в руках весело двигается по Золотому мосту. Когда еще выпадет такой шанс? Да, отлично. Прогулка, она полезна. Рады сегодня представлять Уссуриск здесь? Да, очень рад. Уссуриск мне очень сразу понравился, поэтому я очень рад идти в колонии своими друзьями, одногруппниками. Пока мы едины! Мы победимы! По Золотому мосту проходят с момента его открытия, когда это, я думаю, что с 2012 года. А вообще Единая Россия принимает участие в краевых демонстрациях с 2009 года. Уже через неделю уссурийцы примут участие в еще одном параде – в День Победы 9 мая. Но уже не по Золотому мосту, который открывается для пешеходов раз в год, а по родным улицам города. Среди городу Уссурийск! Екатерина Рехтина, Антон Войсыховский, Телемикс.